МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники проекта «Уткин парк» ребята в большом количестве собравшиеся преображают запущенную такую зону на перекрестке Ердяково и улице Московской. Вот спросим у них, во что это обходится, насколько много усилий приходится прикладывать, участвуют ли в этом проекте не вовлеченные в него изначально люди. Все это после 12 часов. А сейчас у нас такая тема тоже для горожан очень важная и для бизнеса очень важная. Мы будем говорить о том, как работают в условиях ограничений открывшиеся наши торговые центры, насколько там велики вложения в обеспечение безопасности покупателей, потому что все это легло как раз на плечи бизнеса. На плечи бизнеса не помогает, конечно же, государство в приобретении масок, средств дезинфекции. Мало того, с большими проблемами некоторым нашим экспертам приходилось сталкиваться. Они говорят о том, что жесткие достаточно требования к составу этих антисептиков. То есть можно придраться к этому, ко всему. Тем не менее, после трех почти месяцев простоя, конечно, для бизнеса очень важно начать работу. И о том, как это можно делать, не нарушая правила, не подвергая опасности покупателей. Если мы говорим о торговых центрах, мы будем говорить сегодня с нашими гостями. Алла Барнес, в нашей студии генеральный директор торгового комплекса «Планета». Добрый день. Добрый. Светлана Куклина, генеральный директор Вятского торгового дома и советник Вятской торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам. Здравствуйте. И Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый. Ну, вот давайте так мы всё-таки построим программу. Давайте вот не с настоящей ситуации начнём, а всё-таки с того, в каком положении оказались участники нашего эфира в тот момент, когда пандемия на Кировскую область обрушилась. Кто начнёт? Ну, в принципе, да, давайте, Арла Зинорова, давайте вы. Торговый комплекс «Планета», в общем-то, конечно, сразу, как это сказать, с первых дней. Обрушился на нас шквал негодования именно покупателей, потому что товар, который мы представляем, это строительно-отделочные материалы, автозапчасти. И в тот момент, хоть и объявили пандемию и карантин, да, но жизнь не остановилась, и у нас люди буквально стояли у закрытых ворот и умоляли пустить их приобрести там сломанный унитаз, сломанный бачок, кран, который потёк. Были случаи там, когда молодая пара пришла, говорили, значит, нам срочно нужна дверь, потому что бабушке стало плохо, нам пришлось вынести старую дверь, а приобрести новую негде. То есть, вот на самом деле, на первое время у нас были вот такие случаи. А вы тоже закрывались 30-го, да, по-моему, это было 30-го? 28-го, 28-го марта, да. И тоже так вот разово, раз в один день, да? Разово, да, раз и закрылись в один день. Совершенно верно. Ну, я вот на самом деле тоже помню, я просто как раз примерно в это время мы переехали в новую квартиру, и там часть дома, это черновая отделка, и у нас есть чат дома, и всё вот закрылось, когда люди были в процессе ремонта, то есть у людей, там, фактически строители у дверей стояли, и не было ничего, и все переписывались, где можно взять обои, поделитесь клеем, там у кого-нибудь остался какой-нибудь шуруп. Ну, то есть это правда, это носило такой характер, ну, то есть люди вообще не знали, что делать, потому что вот буквально вчера там всё работало, сегодня всё закрылось, и это... И изначально, насколько я помню, уже вроде как до 5-го июля, ой, июля, господи, какой-то месяц апреля, да, и вот вообще... То есть сначала закрывались на неделю. Да, насколько было неожиданно вообще, насколько это ударило, что вот это оказалось не неделя, да, в итоге... А три месяца почти. Ну да, это был шок, на самом деле, для наших арендаторов, те, кто вот именно торгует, это был шок. Во-первых, на тот момент не у всех ещё присутствовали какие-то сайты по продажам, они не все могли организовать онлайн-продажу своих товаров. Всё это приходилось делать быстро, на коленках, порой не всегда качественно, не всегда удобно для посетителей. Естественно, это отражалось и на объёмах продаж, да, то есть чтобы найти покупателя, ой, продавца тоже нужно время, да, найти там именно нужного. Ну, стройматериалы, это вот, если мы про стройматериалы говорим, то это такой товар, который там не посмотришь, не пощупаешь, очень сложно на сайте, например, выбрать обои. Если ты там шурупы тешь, ещё можешь выбрать, да, примерно по размеру, по диаметру, то обои, например, всё равно картинка искажается, и кафельная плитка, всё остальное, ну, то есть... Обои, двери, ламинат, совершенно верно. Всё это надо руками потрогать. Совершенно верно. Вы все три месяца проработали в таком режиме, или всё-таки через какое-то время там вы и ваши арендаторы начали как-то выходить постепенно? Вы же раньше открывались, по-моему, да, строительным магазинам разрешили открыться раньше. Совершенно верно, причём именно планета открылась немножко раньше по двум причинам. Во-первых, товар, строительные материалы нам разрешили работать раньше, и сам формат торгового комплекса, то есть всё-таки мы немножечко нестандартный торговый комплекс, там, с общими какими-то рекреационными зонами, коридорами. То есть вы не под одной крышей, у вас отдельные магазины? Да, мы не под одной крышей, да, совершенно верно. Отдельные павильоны, поэтому мы открылись немножечко раньше, и, в общем-то... Какого числа? Так, мы, Андрей Леонидович, 6 июня, по-моему, да, мы открылись? В начале лета мы открылись, получается. Всё-таки речь надо вести о двух месяцах, скорее всего. Два месяца для планеты, это два месяца. Чуть-чуть больше двух месяцев, да. Ну, все торговые центры у нас открылись 9-го, по-моему, если я не ошибаюсь. Или 12-го. В зависимости от специализации. Специализация от метража. Специализация от площади, да. Но при этом, коллеги, да, надо говорить ведь о том, что... Поддержат меня. Что мы были одними из первых. По степени открытия, по... Да, если можно, я здесь, наверное... Да, да, Светлана Анатольевна, пожалуйста. Обозначил момент, потому что именно это я хотела сегодня сказать. Когда, конечно, столкнулись с ситуацией коронавируса, для арендаторов это была ситуация, ну, абсолютно критическая. Вот за всю историю работы, нужно признать, с такой ситуацией арендаторы не сталкивались ни разу. То есть внезапно прекратилось поступление денежных средств, обязательство платить зарплату, налоги, они остались, в том числе и аренду, хотя в уменьшенном размере. Денег просто физически не было, они вложены в товар. Которую нельзя реализовать. Да, ты же не можешь там стульями, досками выдавать зарплату своему персоналу. То есть была ситуация настолько критическая для предпринимателей, что мы сейчас видим, насколько они ее пережили. Многие просто не пережили ее. Это нужно тоже объективно признать. То есть сегодня торговые центры открылись не в том составе, в котором они закрывались, и многие закрылись предприниматели. Я вижу, да, что во многих очень торговых центрах объявление о том, что сдаются площади в аренду. Работа торговых центров, он, конечно, был очень актуальным и остается актуальным. Вот тоже хочу обозначить, ведь торговые центры, чтобы было понимание, это не коробка, да, это не просто здание. Это огромное количество людей, которые там работают. И даже если взять небольшой торговый центр, то количество предпринимателей там, ну вот 50, например. Если брать уже крупные торговые центры, это больше 100, больше 100 мини-предприятий, больше 100 предпринимателей. Если мы говорим о мебельном центре, да, то 70% арендаторов это местные производители, это целые коллективы, которые основной объем продаж имели через торговые центры. И вот все это, скажем так, сообщество осталось мгновенно без возможности получения каких бы то ни было срез существования, просто денег. Их не было, ведь предприниматели в основе, особенно малый бизнес, они не держат какой-то запас, срез, который там, а вдруг что-то случится. И они не крутятся, они должны работать. Но они в работе, конечно, постоянно, да. И, конечно, когда эта ситуация случилась, в общем-то, бизнес-общество обратилось за помощью к Вятской торгово-промышленной палате, непосредственно к Андрею Леонидовичу, мы, значит, обращались и писали письма, тоже я должна это сказать, к Уполновоченным по правам, по защите прав предпринимателей Попову Владиславу Леонидовичу, я тоже должна это сказать. Я помню наш первый разговор с Андреем Леонидовичем, который был в мае, это был удивленный голос, какое открытие сейчас, значит, пандемия. Но что последовало дальше? По большому счету стали, пишите письма, и мы начинаем работать. Я хочу это особенно отметить, вот сейчас и здесь, что Кировская область была одной из первых, кто начали открывать в том или ином формате торговые предприятия. Мы, я считаю, что, наверное, нужно признать, это было самое смелое решение. Ведь, чтобы понимать, вот когда начался этот кризис, никто не был к нему готов, и наше правительство тоже. И это очень рискованное было решение, начинать открывать какие-то сферы, ведь мы все понимаем, неправильное решение могло привести к тому, что возникло бы рост заболевших и так далее. Но взрывная такая история, да, было бы. То есть это нужно было действовать очень ювелирно, очень осторожно. И, конечно, открытие каждой отрасли, оно на заседании общественного совета обсуждалось, выверялось четко, мебельные центры могут или нет. Да, это там большое количество предпринимателей, да, одномоментно на трех этажах находится пять человек. Наверное, здесь риски минимальные, и можно рискнуть и попробовать. Мне кажется, мы первые в России открылись. Я сейчас не могу проранжировать все регионы. В Кирове вот мебельный центр Мегадом открывали 7 мая, я посмотрела мебельные центры в других регионах, да. То есть Пермь там 17 июня, Нижненовгород 19 июня, Сыктывкар 2 июля. То есть только-только вот. Три месяца прошло от момента, как мы открыли мебельные центры в Кирове. Я еще раз хочу сказать, это целые коллективы предприятий, у которых есть обязательства по заработной плате. Мы знаем, что более 50%, так в целом, в среднем скажу, не попали в список пострадавших от России, потому что на момент пандемии, ну, никто же не задумывался, что нужно иметь там четко такой аквет, и именно он будет занесен в список пострадавшим. И это было очень важно. И я считаю, что это проведена огромная работа. Вот палата, я особенно это обозначаю, Владислав Ленинский участвовал активно. Они взаимодействовали с нашим правительством, с Кряжевой Натальей Михайловной. Конечно, нужно было это все обосновать, потому что мы понимаем, что Роспотребнадзор ведь берет на себя ответственность, подписывая эту бумагу. И это было очень непростое решение на самом деле. И то, что это сделано, и мы были одни из первых, я считаю, что это, конечно, это заслуживает особого внимания. Мы должны сегодня об этом смело сказать. И, конечно, поблагодарить я хочу от лица предпринимательского сообщества, всех предпринимателей, потому что сравнивая с тем, что происходит в других регионах, где, например, мы тоже осуществляем деятельность, ну, вот, в Куме-Республике, примерно такая же ситуация по заболеваемости, как в Кировской области, открыли 2 июля. Это огромная коллектива людей, которые не имели возможности вообще, как бы то ни было, платить зарплату, а ведь это тоже семьи и т.д. Мы понимаем, что если 100 арендаторов в торговом центре, то надо представлять, что в каждом, скорее всего, павильоне 2-3 продавца еще доработает, у каждого семья, у каждого детей. Да кроме продавцов-то есть тоже закупщиков, есть билтера, есть маркетологи, сами торговые центры. И все эти люди сидят без зарплаты. Это целая коллектива людей тоже. И не забывайте, коллеги, еще о производственных цепочках. Да, нет реализации, нет производства. Мы с губернатором, собственно говоря, обсуждали ситуацию как раз по мебельным, торговым центрам специализированным. Мы понимали, что это ведь еще и наши производители мебели, которые ее производят, они могут работать, но у них нет сбыта. И это целые производственные цепочки, которые тут с точки зрения мультипликативного эффекта имеют очень большое значение. Поэтому действительно, когда наши аргументы были восприняты, услышаны, и мы ведь действительно на встрече с губернатором, когда вопрос подняли по строительным материалам, по мебельным магазинам, там, где возможно обеспечить необходимые на тот момент меры санитарно-эпидемиологические, мы получили, на мой взгляд, содержательную, адекватную реакцию. Нас услышали, эти аргументы были восприняты, решения, соответствующие, постепенно принимались, и, глядя на ту ситуацию, мониторяя, собственно говоря, состояние постепенного открытия, дальше принимались такие же решения. Я правильно понимаю, что мебельные центры, магазины крупных строительных материалов, они, ну, фактически стали такой опытной площадкой, что ли, да? То есть их открыли, посмотрели, будет ли расти заболеваемость, возможно ли обеспечить безопасность покупателей, и потом, ориентируясь на это, уже действовали в другом направлении. Очень важным моментом здесь, на мой взгляд, было еще и то, что там органы власти, принимая эти решения, постепенного открытия, смотрели на то, как будет ситуация развиваться. Не только с точки зрения заболеваемости, но и что будет происходить. Как бизнес будет относиться к выполнению тех обязательств, которые он на себя берет. Вот тоже здесь можно отмечить как раз инициативу торгово-промышленной палаты, в общем-то, которая под своим крылом объединила торговые центры, которые подписали декларацию и декларировали готовность выполнять все эти требования, которые предписаны Роспотребнадзором. Мне тоже кажется, что вот такая инициатива, она возникла именно в Кировской области. Это у нас такое было предложено палатой, было одобрено всеми руководителями, и, в общем-то, исполняются сейчас, проводятся проверки и так далее. А давайте напомним все-таки, пока далеко не ушли от темы других регионов, а можно как-то сравнить, если у вас есть представительства в других регионах, насколько помощь, которую оказывали правительства, то есть она сопоставима и там, и тут. Возможно, там была возможность дольше не открываться, потому что, например, объем помощи был больше. Я бы не сказала, что, да, допустим, если брать республику Коми, я могу только с ней сравнить, там предоставлены льготы по налогам, то есть там действительно эти решения уже приняты, они есть. Пока по Кирову мы этих решений не видим. Конечно, вот это было бы тоже поддержкой для торговых центров, потому что хоть торговые центры и не признали пострадавшими отраслями, но по факту они и оказались самыми пострадавшими, одними из них. Их первые закрывали, последние открывали. И, конечно, этот вопрос, он тоже сегодня для предпринимателей, кто работает в этой сфере, актуален. Вот еще, что касается помощи, хотела бы сказать. Вообще, в целом по стране была принята такая позиция, что торговым центрам не помогают, это первое. А второе, торговые центры обязали предоставить всем арендаторам, значит, скидки по арендной плате, такие серьезные, и фактически разрешили брать аренду только в размере коммунальных. В этой ситуации как раз законодатель, кто предлагал письмо Мишустина на эту тему, значит, защищается интерес естественных монополий. То есть мы можем взять от арендаторов коммунальные платежи, чтобы тут же заплатить им естественным монополиям, ресурсам. То есть вопросы оплаты, зарплаты, всего тут момент не стоял. И, конечно, в этой ситуации какая-то помощь пострадавшей отрасли, она важна тем паче. Ведь нас сравнивают, например, с Москвой, с крупными городами. Но в Кирове, чтобы было понимание, ставки аренды-то, очень часто едва поклывает себестоимость. То есть коммунальный расход, у нас ведь небольшие ставки аренды. Вот бы то от такого мнения, что торговые центры – это какая-то мега-богатая структура, в которой там вообще не знаю сколько средств. Поверьте мне, это абсолютно не так. Вот если вы посмотрите, сколько за последние годы построили торговых центров, строятся только федеральные, скажем так, компании развиваются, а местная компания уже не развивается, потому что это невыгодно. То есть торговые центры, вот тоже обозначу вопрос, они же на протяжении последнего времени, они все время находились под ударом. То есть налог на кадастровую стоимость, налог с кадастровой стоимостью увеличивался, увеличивался. Там затраты на его с мусора в четыре раза возросли. Коммунальные расходы постоянно с конца растут. Дальше пожарная проверка, все. То есть пожарная проверка изымает прибыль, которую там предприятие три года зарабатывало. Вот она приходит, и ты все тратишь, только чтобы ее пройти. Это изменение следующих нормативов, да. Поэтому, конечно, сегодня, это я к чему все говорю, торговым центрам сегодня очень непросто. Я точно могу сказать, вот как эксперт палаты, что эти месяца, которые были под закрытием, они отработали жестко с убытками. Я знаю, что были проблемы по выплате просто зарплаты, именно денег физически найти, потому что, еще раз говорю, это не такая доходная, скажем, деятельность, как многие себе предполагают. Ну вот с учетом того, что открылись в начале июня, возможно ли уже как-то сопоставить июнь прошлого года и сейчас? Насколько вообще велики, насколько упал там трафик людей? Вы знаете, сразу же после открытия мы наблюдали некий всплеск, буквально недели две. Ну то есть это вот так называемый отложенный спрос, да? Что у людей накопились какие-то потребности? Да, к сожалению, сейчас спрос, проходимость, опять же, начинает потихоньку утихать, спадать. Ну, может быть, отчасти мы, конечно, это списываем и на сезонность, все-таки сейчас лето. Лето, все на даче? Да, да, да. Вы знаете, как я скажу по статистике, допустим, ту информацию, которую я недавно мониторила, от 20 до 30 процентов снижение трафика. Это и вопрос снижения доходности, это вопрос, по-прежнему люди опасаются заразиться, и сегодня желание ходить по магазинам, это не то, что было год назад, этот фактор тоже имеет значение. За время, тоже важный момент, кстати, обозначу эпидемии, люди привыкли покупать в интернете, то есть свои текущие потребности они закрывали покупками, кто-то попробовал это первый раз, и получилось, и сказал, ничего сложного, я буду покупать. То есть ряд факторов, скажем так, это и снижение денежной массы, это и опасение снова быть зараженным, скажем так, и третий момент, просто изменение вот этого поведения покупательского. Ну мы все понимаем, что раньше ты приходил в торговые центры, тебя не волновало там, да, подхватишь ты там коронавирус или нет, тебя волновало другое, то есть ты ушел туда условно там диван посмотреть или еще что-то, по пути встретил там, еще какой-то магазинчик вспомнил, что тебе нужно еще что-то, и это вот такие немножко спонтанные, может быть, покупки, но тем не менее. Ну вот смотрите, да, в социальных сетях тоже очень много конфликтов разгоралось по поводу ношения масок, да, в торговых центрах, что они не пускают без маски в торговый центр, и основной тоже вот шквал негативных эмоций приходился на продавцов, которые по сути здесь, ну то есть не они там устанавливаете правила, как вообще выходили из этих ситуаций, насколько вот болезненно люди, работники все вот это вот переживают, потому что, ну люди, правда, судя по комментариям, не всегда адекватно воспринимают там эту ситуацию, хотя казалось бы, что сложного, ну то есть если кого-то обязали, что ты должен быть в маске, ну надень ты эту маску, это ведь несложно в конце концов. Да, совершенно верно, но мы, в общем-то, банальным способом вышли из этой ситуации, мы просто рекомендовали на торговых точках иметь какой-то запас небольшой, именно вот для таких отказников, потому что, ну, надо... То есть их выдавали эти маски? Да, да. Не продавали, выдавали? Нет, нет. Ну я заметила сейчас, кстати, много вообще где-то, то есть если вот первое время это буквально там единицы какие-то большие уже магазины, там типа ДНС, то есть вот они выкладывали где-то бесплатно, сейчас вот уже ходишь, смотришь, где-то там уже в магните даже лежат каких-то вот этих магазинов. Мне просто кажется, что они, возможно, появились эти маски наконец-то по более-менее, есть аналоги какие-то одноразовые, да, не обязательно, например, иметь там такие полноценные медицинские маски, поэтому, в общем-то, нашли выход. Насколько вообще это бьет по карману все вот это вот, то, что нужны антисептики и маски, вот приходится укладывать? Это ведь значительная статья расходов. Значительно, да. Даже элементарно вот эти же дозаторы для того, чтобы разместить эти антисептики, это достаточно такое недешевое удовольствие. И это все легло на плечи администрации торговых центров, я правильно понимаю, да? Ну, видите, опять же, вот надо вернуться, например, планета, да, у нас, опять же, вернемся к формату нашего торгового комплекса, у нас отдельные торговые точки, и поэтому снабдить каждый павильон этими средствами мы, конечно, не в состоянии, это ложится на плечи арендаторов, опять же, на плечи малого и среднего бизнеса. Я скажу, в основном это все, конечно, ложится на плечи администрации, это, безусловно, статья расходов еще одна, которая, опять же, вот, ложится, говорю, на торговые центры, это регулярно приходится обновлять. Вот знаете, о чем я здесь, наверное, хотела сказать, как раз в контексте ношения этих масок и вот тех конфликтов, которые возникают. Могу сказать, что действительно конфликты возникают, бывают очень жесткие конфликты, то есть была ситуация, когда пришел покупатель, вызвал полицию за то, что его не пускали без маски, просто скандалил вот на месте, значит, сейчас он готовит иск на торговый центр в суд. Как много людей свободного времени. Да, не пускает торговый центр без маски. При этом ты объясняешь, что, в общем-то, обязанность пособления масочного режима возложена на администрацию торговых центров. Мало того, я еще раз говорю, в торговом центре работает, как вы услышали, большой коллектив людей, и мы тоже заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались здоровыми, и чтобы любой торговый центр не стал очагом коронавируса, потому что мы второй раз в закрытии, это снова не пережить. И в этой ситуации, вы знаете, мне кажется, что немножко неправильно у нас. У нас некие двойные стандарты. То есть, ну я, по крайней мере, ни разу не видела того, чтобы кто-то просил одеть маску в продуктовых магазинах, в той же «пятерочке» или в «магните». Я сама ходила в банки, никто ни разу не спросил, где ваша маска. То есть ты спокойно ходишь, и никто этого не требует. Мне принесли. И когда начинает администрация торгового центра требовать одеть маску, покупатели просто не вдумевают, почему во всем городе не требуют, а в вашем торговом центре требуют. И к чему это выходит, значит, приводит? Это первое, конечно. Нет, 80% людей, кстати, адекватные, вот чтобы было понимание. 80% людей адекватные, но 20% людей могут одеть на входе, демонстративно снять, демонстративно поскандалить. И, конечно, продавцы, вот они на себе этот негатив выносят, они вынуждены выносить. И я могу сказать на сегодня, в ситуации того, что, скажем так, в основном у нас все дозволено ходить без масок, но только в торговых центрах, значит, они должны быть одеты. Конечно, вот эти двойные стандарты в подходах, как мне кажется, и привели к тому, что вот это не работает в том виде, как должно работать. Конечно, вот сейчас прийти в торговый центр, я точно могу сказать, что мы не можем гарантировать, чтобы все ходили в масках просто потому, что люди одевают на входе, потом они снимают и ходят, как им удобно. И удивляется, я только что ходила там в Магнит, никто не спрашивал, чего-то тут вы меня заставляете маску одевать. Если бы, конечно, это был единый подход, как, например, в Татарстане, то есть там магазин даже без перчаток не пустят, продуктовый, не только что в маске. Из этого сегодня торговым центром, хотя у нас все для этого есть, то есть мы на входе, у нас есть администратор, ну или там сидит хостес, который контролирует, выдает маски, но на 100% конечно вот это исполнить очень сложно, в силу того, что уже ментально сложилось у людей, ну скажем, необязательность этих масок в общественных местах. Мы сейчас сделаем прерыв на полтора минуты на рекламу и вернемся к нашим гостям. Алла Барнес, генеральный директор торгового комплекса «Планета», Светлана Куклина, генеральный директор Вятского торгового дома, Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Мы говорим сегодня о том, как торговые центры отстроили свою работу после того, как им разрешили открыться. Открывались торговые центры не сразу, наши слушатели наверняка помнят, что происходило это тоже несколько этапов, и, как говорят наши сегодняшние гости, конечно, большую роль сыграло то, что был с самого начала практический диалог и представителей бизнеса, и общественных объединений Вятской торгово-промышленной палаты, и властей. Вот я бы хотела вернуться к той декларации, которую подписывали. Декларация, конечно, документ, который добросовестный, там, да, руководители торговых центров подписали, обязались соблюдать ограничительные мероприятия, санитарные мероприятия для того, чтобы начать работать. И после того, как была подписана эта декларация, и торговым центром разрешили открыться, периодически проходят в торговых центрах проверки, я так понимаю. Ну, это, наверное, слово проверка не совсем корректно, потому что проверка это все-таки то, что органы там, да, определенные могут проводить. В смысле, это как-то связано непосредственно с декларацией? Я так понимаю, что была договоренность об этом, да. Это единый проект, который мы реализовали, и продолжаем его реализацию совместно с губернатором. Собственно говоря, он у нас в обсуждении родилось, это предложение, и мы действительно, я очень благодарен руководству торговых центров, большинства торговых центров нашего и его города, которые поддержали этот проект, полноценно в нем участвуют. Потому что проект добровольного декларирования, он, собственно говоря, подразумевает последующее добровольное подтверждение. На соответствии мы совместно с менеджментом, с руководством торговых центров занимаемся действительно не проверками, а подтверждением. Потому что наша ведь задача там не проконтролировать там или поочечаяние там, да, там... И не выписать штраф. Наказать там, да, каким-то образом. Наша задача обеспечить выполнение тех норм санитарно-эпидемиологической безопасности, которые необходимы, и в соблюдении которых торговые центры заинтересованы в первую очередь, именно потому что они не хотели бы закрыться, опять же, да. И здесь я должен вам сказать очень такую важную вещь. Руководство торговых центров, подписав эту декларацию и впоследствии ее реализуя, мы столкнулись с очень интересной практикой. Вот наш мониторинг, вот этот, который мы ведем, привел еще к тому, что происходит обмен опытом. Это там обмен наработанными решениями между торговыми центрами, когда они делятся ими. И мы после каждого из выездов, собственно говоря, озвучиваем эту информацию для того, чтобы другие ее учли. Я вам совершенно ответственно и точно могу сказать, что подавляющее большинство бизнеса, мы возьмем сферу торговли, потому что она действительно пострадала очень сильно, долго была закрыта, относятся к происходящему гораздо более ответственно и серьезно, нежели чем покупатели. Но это понятно, конечно. Мы сейчас упор в своей вот этой деятельности, информационном пространстве делаем именно на то, чтобы, ну, так скажем, вот эту культуру соблюдения норм, да, или культуру выполнения тех требований, которые есть, донести до покупателей, до посетителей торговых центров. Никому не хочется закрыться повторно. Как это происходит? То есть вот на примере торговых центров, как это происходит? То есть, нет, я примерно понимаю, как это выглядело в Леруа Мерлен, да, когда вот им разрешили тоже открыться после того, как их закрыли. И там на входе стоит человек с пистолетом, вот этим термометром, пистолетом. Там рядышком стоит какая-то стоечка, где, я не знаю, сейчас, может быть, выдают, раньше можно было купить эту маску, либо ты надеваешь эту маску. За нее можно было просто не платить. И, естественно, ты можешь просить только через один вход. Во всех остальных торговых центрах, подписавших декларацию, примерно такая же картина, да? Да, потому что есть рекомендации Роспотребнадзора по осуществлению деятельности объектов розничной торговли в период действия ограничений. И, собственно говоря, в большинстве торговых центров эти рекомендации не просто выполняются, я бы даже сказал, перевыполняются, да, то есть они носят такой базовый характер, но большинство в добровольном режиме идет на то, чтобы эти требования перевыполнять. Это действительно в некоторых торговых центрах предоставление масок, это обеспечение всем необходимым оборудованием и средствами дезинфекции, начиная от банальной обработки рук, заканчивая теми же дезинфицирующими лампами, которые обошлись прямо, скажем, в серьезные суммы, причем их еще и купить было крайне сложно в нынешний период, да, но это все было сделано. И, кстати, один из аргументов, основных, которые мы приводили в диалоге с органами власти, аргументируя то, что торговые центры вполне можно открывать, это то, что в отличие от отдельно стоящих магазинов, в торговом центре есть администрация ТЦ, независимая от арендаторов, которая в первую очередь заинтересована в соблюдении всех требований, которая несет за это ответственность. И если ей сказано вот эти требования соблюдать, она будет их соблюдать. То есть двойной контроль получился. Да, это двойной барьер вот как бы вот этих мер. У отдельно стоящего магазина, у которого там свой собственник, который там же и торгует, у него мотивация другая, ему там после этих ограничений надо больший трафик, большие продажи, там меньше ограничений. При меньшем затрате. Конечно, это был один из основных аргументов, который позволил торговые центры открыть достаточно быстро, ну и в плюс те, о которых мы уже говорили в отношении там отраслевых, то есть мебельные, строительные, ну то есть там, где действительно нет концентрации людей. Ну вообще, если вы про эти требования говорите, все ли они, на ваш взгляд, ну то есть нет ли избыточных, потому что когда открывали сферу красоты, то есть там был ряд требований, которые фактически там было невозможно выполнить, и их на ходу как-то корректировали. Здесь вот есть что-то подобное, что, на ваш взгляд, кажется излишне? Вы знаете, мне кажется, эти требования устанавливаются специалистами Роспотребнадзора, и я вот не готова обсуждать те вопросы, в которых я не являюсь экспертом или профессионалом. Требования абсолютно выполнимы, скажу так, то есть там идет проветривание по режиму, уборка с хлоросозадержащими составами, то есть наличие всех этих антисептиков, маски. И это было бы, знаете, совершенно просто выполнять, если бы торговые центры не в одиночестве бились за выполнение этих. Вот ключевой фактор сложности работы, не в сложности требований, а как раз в том, что фактически мы одиноки в том, чтобы добиваться выполнения этих требований, потому что если в этом вопросе нет какой-то поддержки со стороны либо проверяющих органов по отношению, скажем, просто к населению, то тут сложно на эту тему как бы говорить. Ну, знаете как, тут тоже момент такой, ну, наверное, все зависит от эпидемиологической обстановки, и вот вопрос смягчения или ужесточения нужно оценивать, ну, в каждый конкретный момент времени, так скажем. Ну, смотрите, вот это письмо, да, на имя губернатора, которое отправил Роспотребнадзор, которое попало в широкий доступ по поводу того, что... О том, что опять все надо закрыть. Да, нужно все закрыть, правительство потом выпустило. Нет, давайте вот, я все-таки, знаете, как руководитель, сегодня руководство Роспотребнадзора несет колоссальную ответственность, в общем-то, за здоровье нашего региона, на ней колоссальная ответственность, нужно это понимать. И, конечно, вопрос вот этого лавирования между требованием бизнеса и пит-обстановкой, это же очень сложно, это нужно взять на себя ответственность. И мне кажется, что здесь нам нужно просто, чтобы работать в атмосфере всем комфортно, ну, добавить вот эту опцию контроля, скажем, за поведением населения, и тогда бы, может быть, где-то было можно смягчать и так далее, как-то более подвижно, что ли, быть в плане выполнения этих требований. У меня есть ощущение, что здесь в некотором смысле связаны руки или, может быть, не очень понимают вообще власти, кто несет все-таки вот эту обязанность по работе с жителями именно, с населением, потому что, когда вводили масочные режимы, территории региона, мы задавали вопросы в три стороны, условно говоря, да, в правительство областное, в Роспотребнадзор и в полицию. И все три стороны все равно находились в растерянности. Да, ссылались друг на друга и говорили, ой, нет, это не мы, это вот к ним вопрос. Нет, это к ним вопрос. И в этой ситуации обычный человек, который не является, там, лицом, несущим ответственность еще за кого-то, да, только за себя, там, за своих близких, он, естественно, теряется, он не понимает, почему в одном магазине от него требуют надеть маску, там, перчатки, обработать руки, а в другом магазине ничего нет. Хотя висят везде вот эти вот плакатики, да, о том, что находитесь на расстоянии полтора метра и носите маски. Ну, смотрите, дайте мне... Надо же при этом говорить, что все-таки мы говорим не столько о соблюдении чьих-то требований и потенциальном наказании за это, мы говорим о безопасности самих граждан и членов их семей. Мы понимаем, что там ситуация по сравнению с маем, там, практически не изменилась, да. С одной стороны, мы можем... По заболеваемости. Да, с одной стороны, мы можем это говорить в связи с тем, что открытие торговых центров, по сути дела, там, на динамике никоим образом не сказалось, да, и это, собственно говоря, там, фактор, который необходимо учитывать при принятии дальнейших решений. С другой стороны, мы понимаем, что действительно, в первую очередь, там, это результат того, что население, граждане наши, да, они с недостаточной мерой ответственности подходят к выполнению базовых, простых, там, разумных мер предосторожности. Но это вопрос внутренний человека. Нам все-таки с вами, как со средствами массовой информации, как с бизнесом, надо работать над тем, чтобы это происходило с человеком не из-за того, что его могут наказать, а из-за того, что это действительно опасно для его здоровья. Ну, вот, пара минут остается, вот, все равно хотелось бы задать вопрос, вот, тем не менее, да, если вновь встанет проблема остро, да, и рекомендации, и предложения Роспотребнадзору придется как-то осуществлять, в каком ключе будут вестись переговоры с правительством, будут ли они вестись, то есть будете что-то рекомендовать, то есть действительно вот это лавирование-то как будет проходить, потому что снова все закрыть, все понимают, что это не вариант. Знаете, вот, у меня изначально была такая точка зрения, изначально, и мы ее озвучивали тоже, нужно бороться не с отраслями, а с нарушителями. Если есть конкретное предприятие, и неважно, торговый центр, либо это там, не знаю, салон красоты, либо это еще что-то, и именно это предприятие не выполняет нужные, скажем, требования, вот нужно его закрывать. А у нас решение принимается по отраслевому признаку, то есть заболеваемость росла, 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 но, там, скажем, а торговые центры не открывали. Ну, не они же виноваты, что растет заболеваемость. Мало того, действительно открыли и поняли, что открытие-то никак не повлияло на заболеваемость, значит, еще раз подтверждают тот факт, что не сферы и не отрасли влияют на заболеваемость, а конкретные предприятия, в которых не выполняются эти требования. Поэтому я бы считала, что здесь был бы справедливый подход, если ситуация будет усугубляться, да, то есть закрывать именно те предприятия, в которых, ну, есть какие-то нарушения, которые к этому привели, но все-таки не так, чтобы поголовно там какая-то сфера, вот там всю торговлю закрыли, потому что идет рост. Да не вся торговля виновата в этом, скажем так. То есть к моменту, когда будет понимание того, что ситуация меняется в худшую сторону, должны все-таки быть какие-то контрольные выезды, да, по предприятиям и осмотр, и принятие решений. Я думаю, должен измениться принцип, собственно говоря, реагирования на происходящее изменение. То есть мы отработали принцип там закрытия и постепенного открытия, теперь надо там использовать принцип точечного воздействия, потому что мы понимаем, что вся отрасль в большинстве своем ведет себя ответственно. И если кто-то ведет себя безответственно, то, собственно говоря, действительно надо закрывать именно его, потому что эта точка там является местом возникновения проблем, а не отрасль в целом. Пора завершать нам уже на этом. Давайте на оптимистичном. Давайте все-таки про то, что не придется закрывать. Мы надеемся, что покупатели будут возвращаться в торговые центры, которые будут, собственно говоря, обеспечивать все меры безопасности. Покупатели будут получать удовольствие от пребывания там, по которому они серьезно соскучились. Но при этом будут вести себя ответственно. Но при этом будут действительно вести себя ответственно для того, чтобы второй раз в эту ситуацию нам уже не попасть. Спасибо большое нашим гостям. Светлана Куклина, генеральный директор Вятского торгового дома, советник Вятской торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам, Алла Барнес, генеральный директор торгового комплекса «Планеты», и Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Первый час разворота завершен. Вернемся через 20 минут. Вернемся через 20 минут.